А сейчас о студентах известного Тверского технического вуза, а точнее о том, что они предпринимают для того, чтобы застраховаться от реальных угроз здоровью. Ведь, как свидетельствуют медики, коронавирус и грипп вновь атакуют жители Верхневолжья этой осенью. Безусловно, заболеваемость ковидом по сравнению с прошлым годом не так высока, но опасность от вирусов сохраняется. В какой форме оно будет протекать, предугадать сложно. Не менее опасен и грипп. А безопасить себя и окружающих поможет, конечно же, прививка. Причем сделать можно сразу две. Совету врачей последовали студенты и преподаватели Тверского политеха. Подробнее в следующем материале. На сегодняшний день превалирует штамм коронавируса омикрон. Безусловно, он слабее своих предшественников Дельты и Уханьского, но зато более заразен. Хоть по симптомам он теперь похож на ОРВИ, но по-прежнему остается непредсказуем, как его последствия. В этом году кампанию коронавирусу составил грипп. Он также может протекать в тяжелой форме. С высокой температурой, головной болью и прочими последствиями. Чтобы избежать близкого знакомства с обоими вирусами, студент Роман сделал сразу две прививки. Так нужно делать правильно будет. А почему? Чтобы себя обезопасить и других. А прежде прививались? Да. Как переносили? Нормально. Все хорошо было. Конечно, ну так трясло ночью один раз и все. Опять заболеваемость идет. Лучше перестраховаться. Прошлогодние прививки помогли парню и вовсе избежать заражения. Хороший пример для молодежи – сами преподаватели. Большинство из наставников привиты. В Тверском государственном техническом университете иммунизация сотрудников и учащихся организуется в самом учебном заведении раз в квартал. Ведь в УЗИ почти только 700 человек преподавательского состава. Врачи и медсестры 8-й поликлиники работают в нашем университете в разных корпусах второй день. За этих два дня привьется более 50% сотрудников. Сотрудники университета прекрасно понимают важность прививок, потому что мы работаем с большим количеством людей. Для того, чтобы быть на работе, плодотворно работать с нашими студентами, мы всегда с удовольствием делаем прививки. Многие вакцинируются одновременно от гриппа и ковида. Это правильно и абсолютно безопасно, говорит врач. От коронавируса по-прежнему прививают спутником ВИ, а от гриппа ультрекс-квадрии. Две сразу не рекомендуют колоть только гражданам старше 80-ти. А в целом из противопоказаний – заболевание в острой стадии или обострение хронических недугов. Поствакцинальных проявлений бояться не стоит. Безопасно, хорошо приносится. Может быть, конечно, температура на следующий день. Но это тоже не страшно. Это признак хорошего иммунитета. То есть сбивают парацетамолом. Если будет покраснение вместо укола, то тоже может быть антигистамины. Вакцинация на рабочем месте – это быстро и удобно. Такая практика – иммунизация прямо на предприятии существует давно. Сначала масштабной вакцинации от коронавируса, которая началась в 2021 году. Сейчас уколоться можно в поликлинике. В торговом центре «Рубин» вновь начал работать прививочный кабинет. Там вакцинируют от коронавируса. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. На вакцинацию, если речь идет о поликлинике, желательно записаться. Это можно сделать через электронную регистратуру или же по номеру 122. Напомним, на сегодняшний день прививку сделали более 800 тысяч жителей региона. Продолжается вакцинация подростков с 11 до 17 лет. Прививают их двухкомпонентным препаратом «Спутник М». Продолжается в аккаунеров.